Около 30 служебных командировок у отряда мобильного особого назначения Форд-Пост Бийска за 30 лет службы. Сегодня бойцы спецподразделения участвуют в специальной военной операции. На счету сотрудников ОМОН за всю историю больше 190 задержаний подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 24 изъятия огнестрельного оружия и более полутора тысяч килограммов наркотических веществ. Подразделение – это единый коллектив, собранный из людей, которые готовы посвятить себя защите Родины, прийти своим друзьям на выручку, взаимопомощь и оказать содействие гражданам России на территории или в зоне специальной военной операции. Молодые люди, приходящие из армии, с желанием встают на службу Отечеству, тем более в отряд, который имеет большую историю и боевой опыт, с удовольствием служат и даже многие, кто прослужил уже 30 лет, до сих пор продолжают службу в подразделении. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил бойцов спецподразделения и вручил особо отличившимся сотрудникам государственные награды, среди которых медали за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции. В память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, в Биске установили мемориальный камень. Мы знаем, что Росгвардия всей нашей страны, все подразделения Росгвардии сегодня на защите государства. Сегодня это спокойствие и нормальная жизнь всех наших граждан, жителей. Это боевое братство, оно существует не в историях, не понаслышке, оно существует в жизни. И память, и забота о тех, кто, к сожалению, погиб, был ранен и вышел уже со службы, оно у сотрудников наших отрядов ОМОН, наших алтайских отрядов, бийского отряда, оно есть в жизни всегда. И это вызывает огромное, огромное уважение. Отряду ОМОН в честь 30-летия губернатор Виктор Томенко вручил ключи от техники и бронеавтомобиля патрули, специального катера на воздушной подушке «Миран». Новые машины помогут бойцам в проведении операций. Кстати, за всю историю их у отряда было более тысячи. Алина Пенигина, Сергей Седых, Новости.